Всем пламенный салют, продолжая ставшую достаточно периодической серию репортажей заточные хроники, очередная зарисовка из пяти бритв, присланных Николаем, обозреваем. Первая из пятерочки. К особой радости удалось ее вернуть в строй. Клинок английской мануфактуры Уэйден Бучер приехала изначально в таком, я бы так сказал, в темно-сером цвете. Вероятно, кто-то когда-то пытался ее пескоструить. Вот такое, по крайней мере, ощущение появилось. И очень были большие опасения на то, что коррозия повредит фаску с выходом на режущую кромку. К огромному счастью, этого не произошло. Бритва вычищена, оправа вычищена. Пины а-ля обычай глаз в старомодных традициях. Это клин. Безусловно, были какие-то определенные такие трудности в плане выйти, грубо говоря, на свежее мясо. Поскольку все-таки коррозия, она хоть и не слишком глубокая, но, естественно, она присутствовала на полотне. Само собой, предварительно был оформлен технологический барьер. И далее заново была создана фаска. И, в общем-то, заточена. Вот такой вот номер один. На всех бритвах с вот такими носиками, но здесь их, ну, все плюс-минус, которые стремятся к квадратному сечению вот в этом уголке, все, естественно, я аккуратненько скруглил. И, естественно, само собой, до начала процесса заточки, после того, как бритвы были вычищены, каждая из бритв была обеззаражена. На номере втором, на мой скромный вкус, одна из самых красивых классических оправ. Это рог. Ну, вероятно, поскольку он имеет вот такую форму, рог этот прессованный. Великолепнейшее состояние. Ну, ее-то слегка, она имеет кривизну, но она ничему не мешает, соответственно, ничего с ней делать и не стал, в общем-то. Поскольку, опять же, таки критичного ничего нет. Ну, может быть, я подумаю, еще слегка, может быть, выровняю. А да, сама эта бритва, это сам клинок от Джозефа Роджерса. Самый волнительный был в том плане, что она приехала, во-первых, в самом таком удручающем состоянии, и кромка была словно погрызана мышами. То есть она представляла собой такие какие-то неровные зубцы, выбоины. К сожалению, выбоины этих я не запротоколировал, а вот изначальное состояние самой бритвы можно в Инстаграме глянуть. Ну, там, конечно, так все печальненько было, но к огромному счастью, опять же, таки это клин, клин неширокий, в размере 5 восьмых. Прекрасно просто бритва заточилась. Фасочка скромненькая, равновеликая с каждой стороны, что говорит нам о том, что свисарка данного клинка на наивысшем уровне была выполнена. это у нас номер второй Джозеф Роджерс. Ну, тут, мне кажется, говорить даже нечего. Это бритва старше всех остальных лет на 80. Я более чем уверен. все почистил. Вот эту всечку. Обратите внимание, вот люди старались, делали. Опять же таки. Пинель, обычный глаз. материал и форма клиночка. О чем нам говорит? Правильно. О том, что этой старухе никак не 100 и не 150 и не 180. А я так подозреваю, где-то туда под 220 годочков. Опять же таки, клин. Причем, я думаю, это видно, что он обрезан даже криво. Наверное, вот так будет хорошо видно. Это у нас я даже не очень не очень, честно говоря, углядел, что это. Ругаться не буду, но второе название это Шеффилд. Ико. Первое это Вагнер или Найнер. Не знаю, не буду врать. Вот такая вот штуковина. Ну, тут даже как бы сама форма клиночка говорит о том, что это пред нами нечто доисторическое. Хотя, я должен отметить, что вот здесь, конечно, геометрия далекая от идеальной. большинство из этих бритв, а скорее по-моему, да, в этой группе все я затачил в слой изоленты, поскольку это либо клин, либо уже вот как в этом случае имел место быть хон износ на спине, дабы его не увеличивать. Слой изоленты наклеил и заточил. Итак, номер третий обзовем ее так безымянная старуха. Ну, а это я даже не знаю, возможно, она, конечно, способна поспорить с предыдущей годами выпуска, но по этой бритве у меня остались на самом деле самые такие больше всего вопросов без ответов, поскольку сама по себе сталь вызвала определенные мои описения. Прежде всего, вот это видно с каждой стороны вот здесь сейчас как-то так нам надо и очень хорошо это видно вот с этой стороны вот в этом месте. Здесь такое ощущение словно имел место быть какая-то такая как складка в металле и вообще сам по себе металл я смотрел по всей фасочке он такой сейчас мы его в отблеск поймаем каким-то образом вот словно металл этот он ну такой не не монотон как это сказать не монолитную структуру имеет он такой словно как вот глину помяли но остались в ней какие-то такие рытвины незаполненные места вот очень сильно он мне это напомнил я конечно его понятное дело вычистил и выточил но как она покажет себя в работе я даже приблизительно затрудняюсь ответить потому что скорее всего все-таки вот это скажем так неоднородность структуры стали она ну ни к чему хорошему не приведет как по мне чем сталь более твердая и однородная тем естественно лучше очень удобно здесь такая вот оправа естественно такая наверное кустарная и не подбить никак но и решил оставить такую как есть поскольку она такая тоже достаточно времен тоже давних вот такой вот номер 4 и опять же таки по названию вот такие вот три литеры гал остались чье оно кто это что это опять же таки вот здесь заход на полотно вот такой а здесь он вот такой то есть представить себе начальное состояние что это было и чего это сделано крайне затруднительно с последней все ясно и понятно это прекрасно нам всем известный клинок французской мануфактуры айс венцен имеющий вот такое травление на полотне на котором написано саварен по бокам там короны дабы оставить травление эту сторону я не трогал вот эту хорошенечко я выполировал ну и естественно оправу привел в порядок хотя ее не пощадили грызуны и мелкие вредители но с другой стороны от этого она хуже не стала имеет вот такую условно сигарообразную форму и здесь вопросов по стали нет никаких поскольку как-то попадался мне на глаза их рекламный плакатик имеется ввиду в конторе айсвинцем там четко они указывали о том что все выпускаемые ими клинки они отковываются сталь твердая сталь однородная вот такая вот группа а и кстати сказать вот еще по этой бритве по поводу откованной вот она показалась мне очень мягкой прежде всего это видно по рискам которые камни оставляют на фасках если сталь мягкая то как правило даже какие-то ну уже камни финишные ну в случае допустим стали более твердой они естественно выполнировывают ее практически в зеркало там ни рисок нету ничего здесь же они достаточно явно просматривались поэтому я опять же таки исключительно субъективно пришел к такому выводу что вот на ней сталь мягче гораздо и не всегда это служит хорошую службу поскольку все-таки сталь должна быть твердой дабы справиться с тем чтобы перерезать волос когда-то проводили какие-то исследования и математически посчитали что за один вернее объем щетины срезаемой за стандартное бритье имеется ввиду лицо даже не голову а вот когда человек бреет лицо приравнивается к перепиливанию рога толщиной с большой палец поэтому нагрузка на сталь клинка достаточно значительная а если учитывать то что естественно толщина режущей кромки то есть части металла который в общем-то обеспечивает сбривание или срезание этого волоса оно очень маленькое соответственно сталь должна быть твердой ну это такое все теории как и всегда остается дабы прийти к определенного рода выводам нужно все пробовать на себе все эти тесты нарез волоса это конечно хорошо они в определенной степени информативные но только в определенной степени это не абсолютный показатель естественно абсолютным показателем является лишь бритье собственно само по себе ну это все интересно об этом можно рассуждать бесконечно так что будем стремиться к новым вершинам постигать неизведанное и в общем-то что здравствуйте радоваться чего я вам всем искренне желаю до скорых встреч в эфире пока субтитры Продолжение следует...